Небольшой мост, но большая проблема для местных жителей. Обветшавшие переправы через реки в конце сентября осмотрел глава Сочи. Алексей Копайгородский поручил создать реестр небезопасных мостов и приступить к их ремонту. Два моста в Дагомысе на Ленинградской и Армавирской теперь абсолютно безопасны. Вместо прогнивших досок свежий настил из лиственницы – дерево, которое отличается особой прочностью. А это поселок Мирный в Лазаревском районе. Он условно разделен на две части, точнее на два берега. На одном – школа, на другом – детсад. Горная река Цукваджи в прошлом году во время паводка смыла два пешеходных моста. Две недели назад на помощь жителям пришла тяжелая техника. Нам нужно или в поликлинику, или в магазин, или еще какие-то у нас дела. Не на этой стороне, а на материке, как мы называем. Нам не перейти, как только поднимается река. Я уже здесь живу уже более 10 лет. И это так важно, что делают русло реки. Первый раз вот такая серьезная работа происходит. Рабочие расчистили русло и углубили его. Раньше от воды до моста был один метр, теперь шесть. Сам подвесной мост отремонтировали, сделали освещение. Об этом местные жители с радостью рассказывают главе района. Родители могут спокойно своих детей отпускать в школу, потому что при строительстве моста соблюдены все необходимые, на наш взгляд, требования. Чтобы река не повредила водовод, его перенесли. Сейчас восстанавливают и второй мост, ведущий к частным домам. До конца года в Лазаревском районе отремонтируют еще три пешеходных моста, в том числе в районе улицы Малышева через реку Псизуапсе. Отремонтирован и мост в Лао на улице Жигулевской. Старый был деревянный и за годы своей службы прогнил. Теперь настил сделали металлическим, пристроили съезды для колясок и благоустроили территорию вокруг. В следующем году красивой станет вся улица Жигулевская. Почти километр дороги отремонтируют в рамках нацпроекта. Рядом из заброшенного муниципального участка сделают прогулочную зону. Вообще же в следующем году в Лазаревском районе по нацпроекту безопасные и качественные автодороги отремонтируют 33 улицы. Сейчас завершается ремонт 12-километровой дороги высокогорным аулом Хаджикош, Хафит, Калеш, Лыготх и Кичмай. Рабочие не просто кладут новое покрытие, но и обустраивают тротуар. Заасфальтировали не только дороги, по которым едут машины, но и подходы к школам. К примеру, территорию школы искусств на улице Шевченко в центре Лазаревского. Сюда рисовать и учиться музыке приходит больше 700 детей. Ровным и красивым стал и двор школы и детского сада в ауле Хаджико. Принципиальная позиция главы Сочи – социальные объекты на первом месте. Состоялась укладка асфальта во всей территории в трех образовательных организациях. Это школа номер 94 в Калеже, школа искусств номер 3 в поселке Лазаревское и детский сад 97 в ауле Калеж. В следующем году в Лазаревском приступят к масштабному проекту. Курортную набережную отремонтируют и продлят. В итоге поселок получит единую прогулочную зону от пляжа Калипса до пляжа Дельфин. Сегодня работает у нас и департамент дизайна, и архитектура по части возможной реализации этого. Потому что есть ряд проблем. Там и территория РЖД, и федеральная территория, и строения, которые там стоят испокон веков еще. Поэтому работаем. Примерная протяженность этой набережной составит около 12 километров. В центре поселка благоустройство уже началось. На улице Евкалиптовой предприниматели сделали новую прогулочную зону. Причем не просто посадили деревья, установили лавочки и урны. Теперь здесь даже шашлыки пожарить можно. А потом и угостить ими соседей. Скоро появится и детская площадка. Ее обустроят на пустыре, где раньше бросали строительный мусор. Еще одна прогулочная зона появится на улице Тормахова. Там идет строительство сквера в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Сдадут его ко дню города в ноябре. Площадь почти 40 соток. По проекту здесь будут прогулочная и зеленая зоны с детской и спортивной площадками. В разгар работ в поселках не забыли и о городских воротах. Въезд в Сочи в районе поста Магри озеленили. Отреставрировали колоннаду и восстановили подсветку. Теперь гостей курорта будет встречать новый светящийся герб.